С развитием интернет-технологий все общение переходит в мессенджеры, вытесняя при этом на второй план средства почтовой связи и даже e-mail. Деловая и личная переписка теперь возможна 24 на 7 с использованием известных программ. Активными пользователями средств связи становятся и дети. Научить ориентироваться в современных средствах связи, рассказать о возможностях мессенджеров и о мерах безопасности во время общения онлайн в Самарском центре профессионального образования собрались представители телекоммуникационных компаний и компетентных в этой сфере органов власти. Все больше и больше общение происходит, вернее уходит в так называемую виртуальную среду и с развитием интернет-технологий, информационных технологий, каналов коммуникации, которые позволяют осуществлять переписку, взаимодействие, общение, становится все больше. Интернет-мессенджер – один из наиболее ярких информационных ресурсов, которые позволяют осуществлять коммуникацию между людьми. Среди организаторов проекта – Минцифры и Минпросвещение России. В нем задействованы разработчики мессенджеров и ведущие провайдеры. Цифровая грамотность и цифровая безопасность – это крайне важная задача, которая сейчас перед детишками стоит. И, безусловно, поскольку в силу молодости своих лет они, может быть, не всегда понимают важность этого аспекта, этого момента, мы стараемся им помочь. Онлайн-урок прошел для школьников пятых-седьмых классов. Трансляция велась во всех школах Самарской области. Галина Топилина, Игорь Казановский. События. Галина Топилина, Игорь Казановский.